Так, всем привет! Сегодня я гнуть нецензурное выражение не буду, а то вдруг меня будут смотреть чьи-то родители. Вот, и значит сегодня, сегодня, сегодня поговорим о том, с какого же возраста можно употреблять спортивное питание. Так, вообще, здесь дело такая щитильная, и на сайте у нас довольно часто пишут и спрашивают об этом. Так, спортпит можно принимать лет, ну, блин, я не знаю, с 10, наверное, если даже не с 8, или даже с 6 лет можно вообще принимать. Но не все, смотря какие добавки. Вот, что бы я рекомендовал принимать, допустим, 10-летнему мальчику, который тренируется, да, всякак. Каждый день на тренировке у него идут, вот, ему можно протеин, потом L-карнитин, ну, витамины вообще аптечные можете взять, аптечные. Так, карнитин, что там еще? BCAA или аминокислоты, ну, то есть, или то, или другое, ну, можно все вместе, в принципе, употреблять. Вот, проте, кстати, такая штука, выбирайте тот, который менее, скажем так, насыщен вкусовыми добавками, или который на натуральных добавках. Ну, и то тоже с ними так поосторожнее, потому что вдруг у ребенка будет аллергия, вот, на, не на сам протеин, там, порошок, нет, и именно на пищевой краситель, там, какой-то еще, что-то. Ну, это часто явление вообще у народа, бывает такое и в взрослых людей, и только у детей, там, вот, так что, как бы, или на натуральных, или проверяйте, допустим. Если знаете, что у вашего ребенка там аллергия на что-нибудь, то, как бы, старайтесь подбирать, читайте обязательно инструкцию и, блин, на упаковке этот самый, описание продукта, свойств. Ну, а что еще можно 10-летнему мальчику? Креатин можно, немного, там, по чуть-чуть, по 5 грамм в день, хватит за головой, 5 грамм эти на два раза делить. Вот, креатин это не какая-то, там, химия жесткая, нет, где, слушай, креатин есть, как и элькарнитин, кстати, они встречаются в продуктах. Вот, допустим, креатин, это в мясе можно найти, в рыбе найти, вот, элькарнитин тоже, но там его просто очень мало. Ну, и синтезируют, я не знаю, как это синтезируют, конечно, но добывают из каких-то веществ, там, че, вот, так что это никакая, там, ни химия, ни пластик, никакой, главное, можно употреблять. Но, если только у вас нет проблем с почками, потому что, если проблемы с почками, то креатин тогда нельзя, потому что креатинин, он накапливается в почках. Это я когда-то уже говорил на видео, кстати, по поводу того, как принимать креатин, вот, и я там говорил, что нельзя, когда у вас проблемы с почками, употреблять креатин. Вот, е-мое, так, вот, так что вот такие вот, так что принимайте добавочки, не бойтесь, вот, что еще можно, а что еще можно, а еще можно глютамин, кстати, классная штука, глютамин, аргенин, вот, эти добавки способствуют выработке гормона роста, ну, соответственно, в раннем возрасте для ребенка это очень хорошо, потому что он будет расти, вот, в общем, и вверх, вот, такие полезные ростовые добавочки, вот, что еще там может принимать, да, собственно, больше ничего такого, в принципе, нет, у нас там все одно и то, жиржигатель, кстати, нельзя, деткам, вы что, жиржигатель, ни в коем случае, в таком возрасте только диетами, там, если у вас там лишний вес, есть только диеты, вот, с понижением или калорийности, или углеводов, то есть, да, без углеводков, а вообще, а вообще, конечно, я бы детей на диету не сажал, вообще, то есть, вот, вырастет там что-нибудь, да, летом 15-16 будет, или старше, тогда можно будет на диету сажать, если у вас там с лишним весом, ну, пока молодой организм очень, как бы, диеты негативно сказываются вообще, нельзя, нельзя, они влияют на развитие организма, а ранее организм, как бы, растущий организм уже развивается, а когда ты садишь его на диету, развитие притупляется, вот, он же растет, ему расти надо, а если на диету его посадишь, как он расти будет, так что, от диет воздержитесь, даже если личный вес, ну, сами подумайте, на 10 лет ребенок, елки-для, вот, вырастет, потом вытянется сам, да, есть такие, которые в детстве там пухленькие такие, а потом вырастают, худые становятся, по-разному бывает, поэтому детей ни в коем случае на диету не сажают, ну, как можно посадить на, как бы, более-менее нормальное питание, скажем так, я не говорю, там, совсем от конфет, потому что это надо, ну, как бы, стоит следить за качеством продуктов, потому что, если будешь кормить одними пельменями, то, там, конечно, плохо ему от этого не будет, но, как бы, ожирение, так что следите, следите, что даете, вот, это обязательно, вот такие вот простые, в принципе, рекомендации мои, больше советовать, в принципе, там, особо нечего по Спортпиту, потому что, как бы, я сама со мной как сказал, вот, больше там ничего нельзя, и не вздумайте, кстати, там, 3 буси всякие, СМА давать, там, и так далее, вот эти подобные добавки, там, все остальные, вот это нельзя, и карантин, как бы, тоже жирогатель, но жирогатель, он, как бы, сам по себе, он, ну, никакой жирогатель почти, он нужен для того чтобы лучше усваивался белок элькарнитин кстати ну вообще там и детям и трех летнего возраста есть такой препарат называется он в аптеке кстати продается у нас кардонат не знаю у вас он есть или нет вот это тоже элькарнитин и там еще несколько или три или четыре короче дополнительных вещества и деткам дают тем у кого там плохой аппетит там малоактивные и так далее им тоже дают элькарнитин трехлетним деткам так что а из спортпита элькарнитин и аптечный элькарнитин он ничем не отличается аптечный просто он дороже ну соответственно там торговые марки и так далее там проверки у них всякие поэтому они может денежку башляют там не надо же окупиться это не делать вот поэтому они ставят его дороже ну лучше брать конечно же из спортпита но какой-нибудь проверенный маркер нормальный рекомендовать там никого не будешь рекламировать потому что такое дело можете в интернете посчитать там куча информации вообще немеряно то есть зашли посмотрели увидели там что там посчитали не ленитесь читать надо информация в интернете сейчас немеряно так что вот такие делишки ставь лайк пока а а а а а